Доброе утро. Меня зовут Андрюс Адамчик. Всем спасибо, что пришли в субботу утром после вечеринки послушать про REST веб-сервисы. Несколько слов обо мне. Я активно занимаюсь open-source разработкой. У меня много зеленых квадратиков на GitHub. Я участвую в таких проектах, как Apache Cayenne, Boutique. Мы на прошлом джете это обсуждали. Может быть, кто-нибудь был на докладах. Сегодня мы будем говорить немножко про REST. Это тоже LinkRest. Это один из наших open-source проектов, в котором я активно участвую, в котором пользуются достаточно интересные организации в интересных сценариях. Я их буду показывать, мы будем это дело обсуждать. Я являюсь членом и бывшим вице-президентом Apache Software Foundation, то есть такой вот замечательной open-source организации. И также я управляю компанией под названием Object Style, которая позволяет нам всем заниматься такими веселыми, замечательными проектами, разрабатывать open-source, а также дает площадку для того, чтобы все это дело опробовать. Потому что одно дело разрабатывать, другое дело, когда этим никто не пользуется, и проверить негде все эти идеи. То есть у нас, к счастью, есть где проверить все такие идеи на высоконагруженных системах, в различных бизнес-сценариях и так далее. Поэтому, ну, в общем-то, все эти проекты, они появляются не в вакууме. Ну, я буду много чего там говорить про то, как где-то чего-то улучшить. Я просто в самом начале хотел сказать, что, в принципе, я люблю REST, я считаю, это очень классная архитектура. HTTP протокол, то есть, ну, у меня не до конца еще сложилось мнение по поводу HTTP-2 протокола, то есть, но изначально классический HTTP протокол, это, в общем-то, была замечательная вещь, которая позволила интернету развиться до того, до чего, как бы он развился сейчас. Вот, и REST как архитектура, то есть, это одна из, ну, таких наиболее продуманных, серьезных, толковых архитектур. Она пережила все, то есть, она была, скажем, до SOAP, скажем, она есть сейчас, где сейчас SOAP находится, например. Вот, и архитектура REST позволяет достичь практически, ну, я не знаю, бесконечной scalability, то есть, scalability в масштабах интернета, то есть, ну, если вы подумаете, там, про проксис, про, как бы, про то, как вообще построен протокол, про хедеры, про методы, то есть, это все то, что позволяет нам писать очень scalable приложение, то есть, практически до, так сказать, любой величины. И еще один аспект REST, который, на самом деле, может быть, используется, ну, вообще о нем люди думают немножко меньше, но он не менее важен, это REST дизайн позволяет писать код, который можно эволюционировать. То есть, представьте, что вы пишете веб-сервис, у вас есть много клиентов, вы их не контролируете, они делают какие-то разные странные вещи на основании вашего API, а потом вам нужно вдруг поменять бэкэнд. То есть, ну, соответственно, в REST есть такие вещи, ну, есть такие вещи, как Hypermedia, да, то есть, ну, есть просто, как бы, набор хороших практик, которые позволяют эволюционировать нам наш API. Вот. Опять же, это не самая легкая задача, но в REST-архитектуре присутствуют элементы, которые позволяют это делать. Теперь начнем говорить про вещи, которые, ну, в REST, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, которые нам приходится решать. И, ну, в общем-то, такая вот картинка, как бы, с круглым отверстием и квадратным каким-то штырем, да, в принципе, это применимо, по большому счету, к 50%, а то и больше вообще программных задач в целом, да. То есть, мы, как программисты, практически, ну, половину своего времени мы занимаемся адаптированием чего-то к чему-то, потому что вместе они не работают, то есть, по отдельности, они вроде как замечательная технология, как бы вместе их сложить, нам нужно писать какой-то адаптер. Ну, и вы, как авторы, скажем, REST-APIs, поставьте себя на место, в общем-то, своих пользователей, поставьте себя на место своих клиентов. То есть, им приходится решать вот эту самую задачу, когда они пользуются вашим API. Вот. И, ну, для примера я хотел взять, ну, может быть, знакомую доменную модель. То есть, это доменная модель какого-то кусочка GitHub'а, да, то есть, в центре ее находится issue, то есть, это какая-то задача или баг-репорт, да. То есть, ну, я уверен, что в GitHub'е все знакомы как коммитетик кода. Я не знаю, как много из вас работает именно с issues на GitHub'е, но я думаю, тоже идея, в общем-то, в принципе, понятная, да. То есть, у issues, у них есть комментарии, значит, они как-то связаны с вашей репозиторией, у них есть милстоуны, у них есть пользователи, events, то есть, ну, вот, events на GitHub'е, это когда кто-то сделал ссылку на issue, предположим, в коммите был указан номер issue, как бы, то есть, он появляется как ссылка в самом issue. То есть, есть какие-то, есть какая-то основная entity, есть какие-то связанные entities. Как обычно люди дизайнят свои API? То есть, мы берем нашу модель и разбиваем ее на какие-то агрегаты. То есть, это нормальный такой domain-driven design и вообще, в принципе, такой здравый смысл, скажем, да. То есть, мы объединяем какие-то entities и говорим, что вот этот entity, предположим, issue, milestone и user, мы их показываем вместе, это вот наш агрегат, да, то есть, это вот наша граница. То есть, мы проводим какие-то границы. Там comment, то есть, ну, я не показываю comment, тоже там есть какие-то зависимые entities, там, репозитория, event, у них тоже есть зависимые entities. Это отдельные агрегаты, соответственно, они напрямую внутри нашего, ну, еще и агрегаты недоступны. Да. И, соответственно, REST API, они, как правило, следуют границам агрегатов. И, соответственно, как правило, ну, вот для каждого агрегата у нас есть, как правило, один REST ресурс, который отвечает там на разные методы, там, get, post, put, delete, там и так далее. И такой подход, в принципе, он замечательный. Он как раз-таки вот помогает decouple части вашей системы, то есть, вы можете их эволюционировать независимо, да, то есть, вы можете, например, как бы, то есть, ну, там, вы еще у вас вышла там версия 2.0, у вас появились какие-то новые поля, вы можете вот сконцентрироваться на этом и как бы сделать какой-то, как бы там backwards compatible service, например, да, вам не нужно думать про всю схему и про то, что как бы изменения сразу происходят там в 20 местах. Вот. Но это происходит, в общем-то, за счет юзабилити, то есть, про юзабилити мы еще немножко поговорим, да, то есть, получается, что когда мы работаем с агрегатами, мы сразу делаем одно большое предположение. Мы делаем предположение, что большинство юзкейсов, как бы, им не надо будет переходить через границу этого агрегата, да, то есть, как бы, большинство юзкейсов, то есть, мы можем сидеть внутри этого агрегата и все будет хорошо. То есть, ну и в этом, в общем-то, основная идея, что это вот как бы у нас есть какой-то набор маленьких entities, которые работают вместе и все с ними работают вот как с единым целым. Ну и, естественно, это вызывает ряд проблем, которые иллюстрировались, так сказать, круглым отверстием и квадратным штырем. То есть, например, если мы отсылаем такой вот гет-запрос на issues endpoint, то есть это вот наш проект, link rest, issues, там, может быть, там, не знаю, пару недель назад, да, мы обратно получаем JSON размером где-то там 97 килобайт. То есть, ну, понятно, что он проходит через compression там и так далее, но вот уже в разобранном виде он 97 килобайт. Если мы строим какой-нибудь простой интерфейс, то есть представьте, что мы строим клиента к гет-хабу, да, мы строим какой-то графический клиент, может быть, на JavaScript, может быть, я не знаю, на iOS там и так далее. И нам нужно всего лишь показать список issues, значит, там, ID-шником, номером и заголовком. Если это JSON, если с него вырезать все, что нам не надо, и оставить только то, что нам надо, остается 3 килобайта, да, то есть получается, что где-то только там 3% этих данных нам надо. Мы не можем от них отказаться. То есть вот получается, что, ну, сервис нам дает их все, да. То есть это слишком, получается слишком много данных, поэтому мы тратим на это дело bandwidth, мы тратим CPU-циклы на стерилизацию, на compression. Опять же, мы тратим их на сервере, мы тратим их же на клиенте, правильно? Потому что вначале это нужно, как бы, сервер должен вам это отправить, потом клиент должен получить, значит, uncompress, потом десерилизовать и выбросить. То есть, ну, в принципе, как бы ресурсы, может быть, дешевые, но как бы все равно выглядит это как-то не очень красиво, да. Вторая проблема – это слишком мало данных. То есть получается, что вот наш адаптер, то есть какие-то вещи у нас лишние, какие-то вещи, которых нам не хватает. Вот тот же самый endpoint. Что если нам нужны events? Что если наш интерфейс показывает, как бы, список issues и ссылки на каждую issue? В таком случае нам нужно, получается, вначале получить issues, потом получить URL и endpoint of events, и получается у нас, как бы, один плюс N запросов, которые нам нужно выполнить, чтобы удовлетворить наш интерфейс, чтобы адресовать этот интерфейс. В результате получается, что наш API уже не так-то просто потреблять каким-то клиентам. То есть у нас есть разные клиенты, у них разные запросы. То есть каким-то клиентам хорошо, его потреблять каким-то клиентам плохо. Да, и, соответственно, у нас ухудшается performance клиента, больше запросов идет на сервер. И самая большая проблема – это что, ну, девелоперс, клиентские девелоперсы, они тратят просто, они тратят больше времени. То есть это, наверное, самый дорогой компонент всего этого дела. Потому что, ну, то, что мы там 90% данных выбрасываем, мы как-то уже привыкли, да, то есть bandwidth там якобы бесплатный. То есть, ну, проблема состоит, в общем-то, в том, то есть вот этот mismatch, он состоит именно в том, что, получается, у клиента свое понимание агрегатов, чем у сервера. Поскольку клиенты могут быть разные, они по-своему делят наши модельные агрегаты. LinkRest, в общем-то, технология, которая возникла, осознание вот такой вот проблемы. То есть и, в принципе, там много других хороших вещей, но это вот была как бы, ну, я не знаю, одна основная идея, то есть зачем мы стали все это строить. То есть мы пытались адаптировать, мы пытались адаптировать, как бы серверную часть к клиенту, которого мы заранее не знаем, которого мы не можем предсказать, вот, и чтобы клиент мог работать со своими агрегатами, особо не напрягаясь. Вот, и для этого что нам надо было сделать? То есть для этого, то есть одна из идей мы пошли от агрегатов к графам. То есть, получается, вместо того, чтобы отделить вот наш, как бы, так сказать, всю нашу модель на какие-то кусочки, которые с точки зрения API никак, ну, они связаны только с ссылками какими-то, то есть мы предоставляем всю модель как граф. Ну, у нее есть какие-то точки входа, но это самое, но от этой точки входа через relation chip, через связи можно пройти, значит, по всему графу в одном запросе. Дальше, ну, это уже более технические моменты, как бы, то есть получается на сервере, когда мы пишем наш сервис, у нас уже, как правило, есть какая-то объектная модель, да, то есть хотелось бы, вот, собственно говоря, вот как нам сделать представление этого графа, по репрезентацию этого графа, то есть у нас, как правило, он уже есть, это наши объекты, то есть и в случае, если вы работаете, ваш backend – это база данных, то, соответственно, ваши объекты – это какая-то ORM-модель. Ну, мы работаем с Apache Cayenne, поэтому, как бы, первый backend, который был написан для LinkRest, это он работает с Apache Cayenne, то есть он фактически работает out of the box, то есть, в общем-то, если у вас есть Cayenne ORM, то LinkRest вам вообще ничего делать не надо, то есть он просто работает. Ну, и, как бы, отказаться от идеи, что one size fits all, что, значит, ну, опять, то, что я говорил про агрегаты, что мы заранее не определяем вот эти границы, эти границы определяет теперь не сервер, а клиент. Вот, это основные идеи LinkRest. Ну, вчера тут говорили ребята про хоккей, про NHL, то есть мы вообще, как бы, у нас один из основных клиентов национальной хоккейной лиги, то есть мы много работаем с хоккеем, я в хоккей играть не умею, но зато много чего знаю про IT, связанное со спортом, с хоккеем. Вот. Ну, вот такая простая модель любого командного чемпионата, то есть в чемпионате есть, например, ну, то есть, если мы хотим показать график игр, у нас есть игры, есть две команды, да, то есть у нас есть home team и visiting team. Вот. И это позволяет отрисовать вот какой-то вот такой интерфейс, который здесь показан. То есть сейчас попробуем написать такой интерфейс. У меня уже ORM-модель есть, поскольку презентация не про КМ. ORM-модель у меня уже готовая есть, она вот соответствует примерно такой дейтабейс-схеме. И у меня есть вот проект Alarv Schedule. Давайте посмотрим, что в нем есть. Так, сейчас я… Нормально видно или лучше презентер можно? Так. Давайте лучше тогда… Так. Так, ну вот в моем поме здесь зависимости у меня есть вот такие вот. То есть первое, у меня есть бутик LinkRes. То есть я использую бутик, поскольку, ну, мы пишем microservice. Не знаю, for the lack of a better word. Вот. И, соответственно, проще всего его запускать не через какие-то контейнеры, а через как бы бесконтейнерную технологию. То есть я использую бутик. Но за бутик LinkRes стоит, собственно говоря, сам LinkRes. И LinkRes бутик не требует. То есть LinkRes в принципе работает в любом приложении, в котором используется JAX-RS. То есть в зависимости от LinkRes это Cayenne и JAX-RS. Две вещи. Значит, ну а дальше это как бы настройки нашего бутик-приложения, логирование. То есть нам нужен драйвер обязательно, конечно. Вот. Ну а все остальное там вообще относится к Cayenne, мы это не рассматриваем. Так. Теперь наш Java слой. У нас есть вот Cayenne модель. У меня есть объекты Game, есть объект Team. И у нас есть Main. Это вот типичный такой бутиковый Main, который в принципе… Обычно мы даже Main не пишем, но как бы здесь я для наглядности решил написать, то есть чтобы было видно, что он делает. Он загружает какую-то конфигурацию и запускает сервер. Короче, это наш microservice. Давайте здесь мы напишем наш schedule API, наш endpoint. Как я уже говорил, это в принципе наш endpoint. Фактически это обычный JAX-RS ресурс. Будет работать через Jersey немножко с помощью бутиков. Соответственно, как бы здесь доступны все аннотации из JAX-RS, плюс доступен injection, который приходит из бутиков. Так, что нам нужно? Для начала нам нужен path. Ну и, наверное, нам нужен тип наших respons'ов. Type, application.json. То есть мы будем работать с JSON. Пишем вначале get-метод, чтобы сгенерировать наш график игр. В link rest основная структура данных, которую мы, в общем, получаем на выходе, это data response определенного типа, то есть привязан к определенному объекту. Вот мы будем раздавать game-объект, соответственно, это будет data response of game. Делаем get. И нам нужно немножко JAX-RS injection, для того, чтобы привязаться к JAX-RS стеку. Configuration.config. И на уровне метода нам нужно инжектировать URI-info. URI-info, потому что нам неплохо бы знать, какие нам ключи передаются через URL. Как выглядит наш link rest? Мы используем fluent API, то есть фактически мы начинаем со статического метода. Link rest. Select. Тип объекта. Configuration, чтобы link rest смог найти все, что ему надо. URI. Select. То есть, ну, вот это минимальный набор, чтобы написать get-метод. Сейчас давайте так. Перед тем, как мы можем его запустить, нам нужно сказать бутику, что он у нас есть. Бутик у нас все достаточно explicit, никакой магии. Contribute resources. Binder. Binding. Agile API. Это тоже должно быть достаточно, чтобы он появился в нашем приложении. Это у нас main-метод, соответственно, мы можем его запускать. Запускаем main. Ну, вот у нас запустился наш сервис. Значит, где-то что-то произошло. Kayan модель загрузилась. И вот он слушает на порту 8082. Сейчас мы его откроем, посмотрим, что будет. Ну, вот что-то уже произошло. Мы получили наши данные, да, мы получили наши games. То есть, фактически, вот, возвращаясь сюда, как бы, здесь вот есть какой-то SQL, который сгенерировался, сгенерировался Kayan. Мы получили 1230 rows. Здесь мы их все видим в JSON. И в конце у нас есть вот ключ. Сейчас я немножко, может, увеличу это дело. Было видно, у нас есть total 1230, да. То есть, ну, это было все очень просто, но, как бы, это еще не все. То есть, получается, что, как бы, это код, который мы написали на сервере. Давайте сейчас попробуем, что может сделать клиент. То есть, первое, давайте немножко обрежем этот список, потому что, ну, тяжело с ним работать, как бы, изначально. Если вы пишете интерфейс, вы, наверное, не хотите сразу все грузить в память. Если вы хотите сделать какой-то scroll, да, то есть, какую-то поэджинацию, да. Давайте попробуем сделать такую вот поэджинацию. То есть, давайте первую страничку получим. Для этого мы используем ключи limit. И если у нас на страницу влезает 5 объектов, 5 игр, то мы делаем limit 5. Вот у нас 5 объектов. Счетчик у нас по-прежнему 1230. Соответственно, мы можем рассчитать, сколько у нас всего страниц на экране, да. Мы, соответственно, можем знать, как нам получить остальные страницы. Если нам нужна следующая страница, мы делаем, добавляем сюда старт и делаем 5. То есть, мы перематываем наши игры, делаем 5, делаем 10. Мы получаем все больше и больше игр, да. Следующий момент. То есть, здесь информации как-то не очень достаточно, да. То есть, чтобы отобразить график, то есть, просто game ID недостаточно. Для этого нужно еще знать, какие вообще команды играют, да. И, но команда – это вообще другой объект. В бутик есть специальный ключ include, то есть, который позволяет… Вот тут мы начинаем уже лазить, так сказать, ходить по нашему графу. Мы делаем include, home team, например, name. То есть, если мы можем такую цепочку properties указать. И мы, наверное, хотим также наш visiting team. Visiting team. Ну вот смотрите, у нас как бы сейчас уже не только есть игра, но также есть обе команды. То есть, уже мы можем отрисовать, в принципе, можем отрисовать наш интерфейс. Что мы еще можем хорошего сделать здесь? Еще мы можем сделать сортировку и фильтрацию. То есть, как бы сейчас у нас игры сортированы по какому-то там, я не знаю, натуральному принципу. То есть, как бы по факту они, получается, отсортированы по дате, по возрастанию. Ну, давайте отсортируем их по дате по убыванию, например. Потому что, ну, может быть, мы хотим самые новые игры показывать в первую очередь. То есть, это, как правило, более интересно. Мы делаем sort, date, time. И нам нужно указать направление. У нас есть ключ dir, sending, да. То есть, ну вот у нас как бы сейчас они отсортировались. То есть, все очень быстро происходит, поэтому, как бы, вы, может, даже не успеваете увидеть, что, как бы, там данные поменялись. Но, как бы, вот, если посмотреть, у нас была игра первая, это, там, 2015, 2011, 2025, а сейчас получилось 2016, 04, 09. То есть, мы с другого конца графика, как бы, взяли игры. Далее, фильтрация. Мы используем что-то под названием Cayenne expression. То есть, потому что в Cayenne уже есть expressions, которые мы можем использовать на клиенте. Такой же формат, у нас как бы тот же парсер. Но поэтому мы ключ называем Cayenne expression в том плане, что вы можете придумать свой какой-то expression language. Он будет, в принципе, тоже работать. Если вы его сможете транслировать в backend. То есть, и мы можем, например, отфильтровать по аренам. Например, если мы хотим только арену в Нью-Йорке, например, Madison Square Garden, да. То есть, мы можем сделать Cayenne expression. Arena equals Madison Square Garden. Ну, вот у нас все игры теперь только в Madison Square Garden. И в конце у нас есть счетчик, сколько у нас всего таких игр. Всего 41. Ну, вот мы показываем 5, поскольку у нас стоит лимит 5. Сейчас я покажу что-то еще интересное. То есть, в принципе, я думаю, что, может быть, вы обратили внимание, что мы можем, в принципе, по relationship идти куда-то очень далеко. То есть, получается, у нас граф, мы можем, в общем, до бесконечности ходить по этим relationship, и мы будем получать JSON, которые все больше и больше. У нас у игры есть relationship к команде. У команды есть relationship обратно к игре. То есть, это означает, что мы можем сделать, например, visiting team, home games, например. И вот смотрите, у нас как бы наш visiting team, он имеет все home games. И они уже не ограничены этим вот лимитом, то есть, limit 5, да. Более того, мы можем, home games, visiting teams. Да. Упс. Oh, visiting team, да. That's true. Home team. Аперсон, да. Окей. Да, да, да. У нас получается его еще больше, то есть, и, в принципе, это самое, это можно делать до бесконечности, в общем-то, и, в конце концов, вашему серверу станет плохо, но браузеру уже стало плохо. Вот, то есть, получается, что, как бы, ну, в принципе, любую идею можно довести до абсурда, да, и навигацию графа в том числе. Как с этим бороться? То есть, получается, что, как бы, ну, естественно, если приложение вы пишете для пользователя на интернет, то можно ожидать, что, ну, какая-то часть из них обязательно захочет поломать ваш сервис, захочет, там, организовать denial of service attack, ну, или просто захочет залезть в какие-то места вашей базы, которые, в принципе, вы не хотели бы показывать, которые, ну, ваш сервис не предполагался для этого. Ну, для этого у нас есть API, который позволяет немножко обрезать наш граф. То есть, мы в какой-то степени даже, можно сказать, идем обратно к агрегатам, но не совсем, потому что мы, в принципе, все равно мы даем большой граф, но просто уже какой-то контролируемый. И для этого существует так называемый constraint API. Давайте вот скопируем этот метод. Constraint. Какой-нибудь путь допишем другой. Так, constraint. Что мы хотим сделать? Мы хотим, скорее всего, в данном случае мы хотим ограничить обратный релэш. Мы хотим предотвратить возможность навигации от команды обратно к играм. И для этого мы создаем constraint builder, так называемый, для игры. Game constraints. Constraint builder. Idea and attributes. Game. Так, сейчас мы форматируем, чтобы было видно. Так, и нам нужно показать, что мы разрешаем включить команды, но не разрешаем включить обратный relationship. Для этого нам нужно подставить сюда еще один constraint builder, который создан для команд. Constraint builder team. Ну, вот здесь достаточно. Мы сказали, что тиму мы разрешаем только ID, атрибуты. Мы не разрешаем relationships. То есть мы не разрешаем от тима вообще никуда по графу идти. Значит, этого товарища мы подставляем сюда только через relationship. То есть у нас, ну, Каян нам тут немножко помогает, но, в принципе, здесь можно обычную строку указать. Game, home team, то есть в Каян объекте уже есть сгенерированный property, который нам немножко позволяет это упростить. Team constraints. И второе. Pass, game, visiting team, team constraints. То есть, ну, вот у нас есть такой constraint, и мы его, значит, используем сейчас. И будем надеяться, что больше такого поведения происходить не будет. То есть перезапускаем наше приложение. Вот, и сейчас я сделаю reload. Так что у меня, то ли из-за запись. Не, урл как раз таки хорошо. Здесь что-то это самое. У меня то ли из-за записи, то ли из-за чего. Это самое, то есть он. А, да, 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 все верно. Unstrained. Вот, теперь он рендерится гораздо быстрее, как вы видите. И, значит, там, где у нас было запрошено свойство, которое мы не разрешаем показывать, как бы там ничего нет. То есть мы получили пустой объект, как бы, но при этом, как бы, если бы мы захотели просто visiting team без всей вот этой вот цепочки, то он бы работал нормально. То есть мы его разрешаем показывать, но мы не разрешаем никуда дальше идти. То есть таким образом, ну, мы решаем проблему с security. Возвращаясь к нашим слайдам. Вот, ну, давайте по деталям протокола пройдем. То есть мы вот видели, как фильтровать skyen expression. То есть мы видели вот такую простую вещь какую-то, где просто там какой-то key value, да. В принципе, со стороны JavaScript, поскольку мы все это пишем для людей, которые, как бы, то есть, ну, пишут клиентов, то есть, скорее всего, на JavaScript, ну, либо на какой-то другой технологии. То есть вот есть вариант параметризованного expression. То есть мы вместо просто таки мы передаем какую-то JSON-структуру в ключе. Да, и первая часть этой JSON-структуры это шаблон нашего expression. А дальше второй, третий, четвертый, пятый аргументы, как бы, это самое, они поставляются, позиционно подставляются параметры. Сортировка. Мы тоже видели простую сортировку. Вот сортировка тоже может быть объектом. И зачем это, в принципе, надо? Это надо, когда у нас больше, чем один ключ, как бы, нам нужен для сортировки. То есть мы можем их собрать вот вместе, в кучу, как бы, по... в каком-то порядке, вот, и в таком порядке сортировка будет применяться. Да, то есть и тоже люди, это, в принципе, ну, сделано для удобства написания клиентов. То есть, ну, я не знаю, тоже JavaScript, JSON для него, в общем-то, native, поэтому многие такие ключи, они работают, ну, они, в конце концов, сводятся к JSON-структурам. Пейджинацию мы видели. То есть, ну, в принципе, пейджинация достаточно просто, я думаю, всем понятно. То есть, самое главное, что у нас есть, в конце концов, у нас есть в результате total, то есть у нас есть размер всего списка. Это позволяет клиенту рассчитать, какой старт и лимит использовать, когда, ну, кто-то скролирует, например, на телефоне, и ему нужно показать больше, больше, больше объектов. То есть, где список заканчивается, в общем-то, понятно из результата. Ну, инклюды, инклюды, это, в принципе, наверное, самая интересная тема здесь. То есть, вот, мы видели, мы не видели эксклюдов, на самом деле, но эксклюды работает, просто, он проще, чем инклюд. То есть, по дефолту, если у нас нет ни инклюдов, ни эксклюдов, то мы показываем все атрибуты и не показываем никаких relationships. Соответственно, эксклюд позволяет из этих атрибутов, ну, какие-то атрибуты убрать. То есть, как только у нас появляется инклюд, эксклюд уже не имеет смысла. То есть, как только появляется инклюд, сразу у нас как бы дефолты все убираются, и только то, что в явном виде включено, оно включается. И это на уровне каждого entity, потому что, как бы, вы можете от одной entity прийти к другому, к другой через relationship, и там начинается свой инклюд, эксклюд. То есть, вот здесь второй пример. У нас есть инклюд по нашей root entity, у нас есть инклюд по нашей связанной entity. То, что мы не видели, и вот смотрите, раньше у нас был endpoint по гейму, то есть, ну, предположим, что у нас есть такой же endpoint по тему, у нас нет constraint, то есть мы можем от тима делать навигацию в игры. include может быть тоже такой вот JSON структурой. И что это позволяет? Это позволяет применять фильтрование и сортировку на уровне relationship. То есть мы здесь уже сортируем, фильтруем и сортируем не основной наш список тимов, а мы фильтруем, сортируем список игр у каждого тима. То есть получается, что все эти ключи, они рекурсивные, и с помощью инклюда вы можете включать их, как бы на уровне любого relationship. Получается, что это дает еще больше возможности формировать вот четко тот респонс, который ваш клиент хочет. То есть то, под что заточен его интерфейс, его понятие агрегата. Ну, мы видели, как работают constraints, они предотвращают denial of service, но они также позволяют создавать, в общем-то, правила, привязанные на ваш security. То есть у нас, например, очень много бизнес-приложений, написанных на LinkRest, где есть разные роли, где есть, предположим, админ, и есть обычный пользователь. Админ видит все атрибуты, а обычный пользователь, предположим, с помощью constraint, то есть мы получаем permission пользователя и динамически строим этот constraint объект. То есть он привязан к реквесту, соответственно, его можно построить на каждый реквест. И, соответственно, мы обрезаем какие-то вещи, которые человеку видеть нельзя. Но это не работает с row security, то есть мы можем обрезать атрибуты, но мы не можем обрезать объекты в результате. То есть в LinkRest есть другие механизмы для этого. Но вот constraints, они для того, чтобы обрезать, скажем, поле зрения, скажем так. То есть обрезать в ширину, а не в высоту наш список. Давайте сейчас посмотрим, как мы вообще модифицируем данные. То есть что, если нам нужно добавить игру, или в графике игр очень часто меняется время игры. То есть где-то что-то поменялось на арене, какие-нибудь технические неполадки, либо в телевизионной трансляции что-то изменилось, им нужно передвинусь игру на час, например. Если select у нас работали по графу, то апдейты у нас в принципе работают на уровне индивидуальных entities. То есть мы апдейт делаем entity, ну и ее там какие-то foreign keys. То есть мы можем написать такой же апдейт. И с апдейтом всегда встает вопрос, что используют для апдейта. То есть какие методы используются для апдейта. Put и post. И всегда интересно, какой метод нам выбрать для апдейта. В данной ситуации я буду использовать put. И мы немножко обсудим, что такое idempotent request. Я думаю, что многие знают, конечно. Но в случае games у нас есть какой-то натуральный ID, который клиент знает. Поэтому мы можем использовать put. Мы можем создавать и обновлять объекты одним и тем же put методом. То есть мы можем создать такой же метод dataResponse. Game. CreatorUpdate. Тоже нам в принципе URI.info не помешает. Делаем его put. Кстати, URI.info нам в принципе не надо. Так. Что нам надо? Это link rest. И у нас тут есть целая куча вариантов. То есть у нас есть creatorUpdate, create. Вот мы используем такой вот метод под названием idempotent creatorUpdate. Это длинный и непонятно, да? Мы подставляем game. И мы делаем think and select. И он требует коллекцию entityUpdateGame. Мы ее вставляем прямо сюда. То есть у нас есть специальный deserializer, который нам даст вот трансформировать update.json в такой вот объект. Updates. Ну и think and select означает, что на выходе мы тоже выдадим dataResponse. В принципе, мы могли бы написать, просто вернуть статус-код без какой-то структуры, но мы возвращаем, в общем-то, созданный объект прямо в одном и том же респонсе. Так, по идее, этого должно уже хватить, чтобы заработал наш put. Перезапускаем наше приложение. У меня есть большой клиент, в котором есть парочка put request. Ну вот первый put request, так, можно увеличить. Первый put request, он отправляет игру с ID-шником, которого еще в базе данных нет. Соответственно, она должна быть создана. То есть мы отправляем этот put. почему все так медленно, почему-то что-то... Ага. Возможно, ему нужен другой IP-адрес. Только он был закеширован с другого IP. Вот так он работает быстрее, конечно. Так, он показал результаты, потом что-то так... Попробуем еще раз сделать put. Так. Окей. Значит, мы сделали тут два... Это самое... Два put. Вот наш первый, где закончился. То есть первый, соответственно, он сгенерировал insert. То есть у нас такого объекта не было. Соответственно, он сейчас появился. У нас появилась новая игра. И следующий, он уже... Он вызвал update. На самом деле, это баг, потому что мы ничего не меняли. То есть, в принципе, здесь не должно было быть вообще операции, но как бы там есть один маленький баг, который, если у нас есть relation-чипы присутствуют, у нас тут relation-чипы на тимы, то он делает такой ненужный апдейт, то есть он скоро будет исправлен. Вот. То есть, но результат один и тот же. То есть, получается, что мы создаем один и тот же объект, то есть он реально работает как creator-update. Вот. Но если мы захотим обновить этот объект, если мы хотим там перемотать время, например, этой игры, то мы можем использовать... Так, только нам нужен наш... Наш URL обратно. Если мы хотим перемотать время, только единственное, здесь немножко видите расхождение, у нас как бы... Так, сейчас. Время. Submit. То есть у нас поменялось время. Такое вот расхождение в том, что как бы здесь у нас локальное время, а здесь в респонсе у нас время UTC, поэтому как бы оно напрямую не совпадает. Но вот update вот здесь прошел. Время мы поменяли. И здесь, поскольку мы relatch еще не меняли, то остальные колонки не обновлялись. Вот, короче, у нас время обновилось. Ну и, соответственно, если мы продолжаем его обновлять, продолжаем обновлять, то апдейтов больше нет. Тут одни селекты, которые проверяют, вообще изменилось что-нибудь или не изменилось. Возвращаясь к слайдам. То есть мы видели, у нас есть, в принципе, разные варианты апдейтов. У нас есть вариант create, есть вариант update, есть creator update, idempotent creator update, idempotent full sync, и у нас есть еще delete. Какой из них вообще выбрать? Ну, с delete все понятно. В принципе, тут никаких вопросов нет. Разница здесь в методах, которые являются idempotent и не idempotent. То есть put является метод idempotent. Это означает, что его можно запускать много раз, результат выполнения будет тот же самый, что если бы мы его запустили только один раз. Соответственно, это тоже одна из замечательных вещей в HTTP протоколе, ну и вообще как бы в архитектуре построенной вокруг, поверх HTTP протокола, который позволяет, в общем-то, через ненадежные соединения, в общем-то, коммуницировать между клиентом и сервером. И это то, что почему-то, ну я не знаю, то есть многие не понимают даже клиентские разработчики, которые, по идее, должны пользоваться этим для своей работы. Когда собеседуешь людей, как бы idempotent – это ругательное слово какое-то. Ну, соответственно, все первых три метода create, update, creator, update, они подходят для post-реквестов. И это не значит, что мы всегда будем использовать put, как бы, то есть post существует, ну, огромное количество ситуаций, когда post – это единственный способ вообще что-то отправить на сервер. Да, то есть, ну и вот один из таких сценариев – это когда клиент вообще на самом деле не знает, не может сгенерировать id для нового объекта. То есть, когда id генерируется на сервере. Да, и это просто какое-то, так сказать, там, последовательное число и так далее. То есть, и его контролирует сервер, а не клиент. Тогда у клиента нет варианта сделать put для create, потому что он не знает еще id. Далее идем. То есть, вот у нас есть, когда игра в процессе, это вот то, что вчера ребята показывали, как у них, значит, написана там целая игра вокруг вот такого рода фидов. То есть, во время игры происходят какие-то события, да. То есть, эти события – это, ну, самое интересное событие – это когда забили гол, но, в принципе, это могут быть там хиты, это могут быть удары по воротам, это могут быть пенальти, это может быть, в принципе, много разных вещей, которые происходят во время игры. И на аренах сидят реально люди с лаптопами, которые нажимают на кнопку, когда это произошло. Это идет в систему, это идет во все там, я не знаю, онлайн-игры, которые вокруг хоккея крутятся. Это идет на сайт NHL, ну и во многие другие места. И эта информация, она, как правило, ну, по крайней мере изначально, она не хранится в базе данных. То есть и здесь я хотел бы рассмотреть ситуацию, когда у нас есть, ну, у нас есть источник данных какой-то, которые, в общем-то, не ORM, не база, вот, то есть каким образом LinkRest будет работать с такого рода моделями. Вот, и это, в общем-то, ну, область развития, где, в общем-то, сейчас наиболее активный, наверное, development идет в LinkRest. Это мы начали с Каена, потому что это был такой low-hanging fruit, то есть нам было легко до этого добраться, и сразу же было всем счастье, потому что, ну, мы из базы можем строить вот такие замечательные сервисы. Сейчас мы начинаем думать шире, как бы думать, как нам подключать другие бэкэнды, и как нам подключать, как нам работать с объектами, про которые LinkRest изначально не знает. Вот, ну, и здесь я хотел показать, то есть вот у меня есть еще одно приложение, кроме… кроме Schedule, у меня есть приложение Events. И у меня уже есть вся модель, то есть модель Event у меня вот состоит из объекта Event. Обычный Setter и Getter, то есть это обычный Java Bean и Event Player. То есть у Event есть, у него как бы есть ссылка на Player, Event Player. Первое, что нам надо, чтобы LinkRest об этом узнал, чтобы он смог раздавать такие объекты, это аннотировать, аннотировать properties. То есть у нас есть две аннотации всего, LRAttribute и LRRelationship. То есть их можно поставить на Getter, например. Мы сейчас быстро все аннотируем. Type, timestamp. Вот, а Player, поскольку это тоже, ну, скажем, такой отдельный объект, это у нас будет LRRelationship. Таким образом мы… да? На Field? Сейчас, я не помню, по-моему, нет, просто потому что мы не хотим нарушать Access Rules и лезть в это самое, в Private Fieldы, но в принципе, в принципе, можно. Если у кого-то есть вопросы, поднимайте руку, я буду с микрофоном подходить. Вопрос тоже попутный. А если, например, используется какой-нибудь генератор Getter-Evasator типа Ламбока, оно с ним будет совместимо? Хороший вопрос. То есть я про Ламбок недостаточно много знаю, но как бы если он может генерить любые аннотации, то почему нет? Ну, он по аннотациям генерит Getter-Evasator. А, по аннотациям генерит Getter-Evasator. Да. Ясно. Это самое, то есть, ну, наверное, нет, но как бы это хороший юзкейс. То есть я думаю, что стоит открыть еще на GitHub, это самое. То есть мы экспериментируем. А еще лучше пол-реквест присылать. Вот. Ну, как бы сейчас это вот как-то так. Можно аннотировать либо Getter, либо Setter, но мы реально весь property подтягиваем в модель. То есть эти аннотации не являются как бы элементами контроля доступа. То есть мы контроль доступа делаем по-другому, скажем. То есть, ну, и вот мы идем в нашего плеера и делаем такой же фокус. LR attribute. LR attribute. То есть, ну, вот у нас есть такая модель. В принципе, мы можем уже написать, написать endpoint для этого. То есть он еще толком работать не будет, потому что Lincrest не знает, откуда брать эти ивенты, да. Events API. Напишем еще один endpoint. И вот он тоже все необходимые атрибуты. Так, нам нужен весь injection, который у нас был. Так. Configuration. Context. URI info. Окей. Мы делаем точно такой же select, event. То есть мы уже делали такой же фокус с игрой. То есть, в принципе, тот факт, что это не каен-объект, ну, дело не меняет. Ну, вот наш endpoint. Только ему не хватает одного важного момента. Ему не хватает, ему не хватает бэкэнда, который нам даст эти ивенты. Откуда нам взять эти ивенты? То есть, ну, и в реальной системе это будет какой-нибудь там RabbitMQ и так далее. То есть какая-то messaging-система, скорее всего, которая в реальном времени отправляет стрим ивентов. Ну, я вместо этого написал просто какой-то random генератор. То есть, вот у нас есть такой вот DAO, да, который возвращает список ивентов, которые вот так актуальны на данный момент. То есть полный список. Вот. И я реализовал random event DAO, который берет там пять hard-coded игр. И с помощью random генератора как бы генерит различные ивенты, то есть голы там и так далее, и так далее, и присоединяет к этим играм. Он уже доступен через injection, через бутик. То есть у нас есть вот этот DAO, он завязан в нашем бутик dependency injection уже. И нам осталось его как-то прикрутить, этот DAO, то есть который, он в принципе не написан под LinkRest. Это просто какой-то сервис, который возвращает список объектов. Как нам это прикрутить к LinkRest? Для этого я немножко сделаю отступление. То есть LinkRest получается, LinkRest цепочка обработки request состоит из стадий. То есть там где-то в среднем 4-5 стадий на каждый тип request. И обычно они идут так. То есть первое это там сделать парсинг request параметров. То есть то, что нам прислал клиент. Потом, значит, применить constraints на сервере. То есть сервер должен ограничить то, что прислал клиент. Потом создать запрос в базу. То есть дальше это уже каен начинается. То есть создать запрос в базу, как бы выполнить этот запрос наиболее оптимальным способом, который тоже учитывает структуру реквеста. Вот. И все. То есть это в принципе как бы мы получили объекты, они готовы к сериализации. Они сериализуются уже через MessageBodyWriter. Между каждым шагом этой цепочки можно вклиниться, можно вставить свой собственный код с помощью лисенера. Вот. И для лисенеров тоже существуют аннотации, как бы. И мы можем сделать объект под названием, например, events backend. То есть это будет наш какой-то backend для наших ивентов. И сейчас я украду этот метод. То есть он выглядит как-то так. Немножко страшненько. Мы сейчас на что-то более функциональное будем переходить из аннотации, скорее всего. Так. Я его форматирую получше. Вот. Ну, то есть он принимает на вход SelectContext. То есть в принципе он не соответствует никому интерфейсу. Главное, чтобы мы знали, где взять аргументы. То есть аргументы — это контекст. И можно еще следующую стадию туда вставить. Ну, и он должен вернуть в следующую стадию для обработки. Соответственно, он как бы становится элементом этой цепочки. Вот. И здесь мы… Следующей стадии у нас не будет. Это у нас конечная стадия. Мы возвращаем null. И здесь нам нужно использовать наш DAO. Да. То есть у нас вот есть event DAO. DAO. Конструктор. Events. Так, что у нас там порт не появился. Ну, вот наш DAO get events. И нам уже нужно с ними что-то сделать. То есть чтобы Элинкрест узнал о том, что у нас есть такой результат, мы его просто размечаем в контекст. То есть контекст — это такой буфер, который накапливает промежуточные результаты и конечные результаты. То есть мы вставили его в контекст. Все. Он уже будет доступен. Теперь нам нужно вернуться обратно в наш API и каким-то образом создать этот бэкэнд. Но поскольку у нас доступен инжекшн, то мы можем уже инжект наш event DAO. Мы его можем просто инжект. Ну, это один способ. Мы могли, в принципе, этот весь бэкэнд тоже в инжекшн куда-то разместить. Вот. А здесь у нас есть listener. И в listener мы делаем new and backend DAO. То есть, ну, вот таким образом мы вклинились в цепочку обработки. Давайте сейчас посмотрим, как будут работать наши events. Так. Еще что-то, по-моему, осталось. Осталось в main еще разместить. Finding two and API. Окей. Вот наш main. То есть это еще одно приложение. То есть у нас уже одно приложение работает. Мы сейчас запускаем наш второй microservice, да? Так, сейчас. Ну, вот запускаем microservice. Мы получили наши events. То есть мы получили их, получается, из совершенно другого источника, который уже не база. Вот. Их сейчас всего пять. Я буду перегружать. Их будет становиться все больше. Потому что, ну, на каждый вызов наш random генератор генерирует какие-то вещи. Вот. И, в принципе, какие-то фичи из линкореста доступны нам уже прямо out of the box, при том, что, как бы, ну, наш backend ничего про линкорест вообще не знает. Например, мы можем делать include и exclude, да? То есть мы можем, например, сделать include game ID, например. То есть у нас только game ID. Это все работает. То есть в backend ничего не надо было делать. Но, с другой стороны, если мы захотим сделать фильтр, мы, например, хотим сделать cayennexp, там game ID, равняется, например, кому-то вот такому, то это работать не будет. Потому что за это отвечает уже наш backend. И нам нужно идти в наш backend и, значит, добавить поддержку, добавить поддержку этого ключа. То есть его можно взять из контекста. И там много хода. Я немножко это самое. Я его просто скопирую. Получается, что если мы из реквеста, из линкореста берем этот фильтр, то как бы он будет, его нужно в явном виде применить. Налан нужно возвращать, потому что мы встроиваемся в цепочку, нам нужно оборвать эту цепочку, потому что иначе он начнет выполнять следующие стадии, которые фетчат из cayenne. Ну вот, теперь оно работает. У нас почему-то две таких… А, ну правильно, у нас два ивента на эту игру. То есть у нас как бы… Мы сейчас include уберем, то есть там, наверное, просто какие-то голы пошли. Ну да, вот у нас разный гол, penalty hit, penalty shot. Вот их становится все больше и больше. То есть таким вот образом мы можем писать свои собственные бэкэнды. То есть получается, что вот такой примитивный бэкэнд, для которого у нас уже есть какой-то DAO, то есть просто интегрировать этот DAO с линкорестом можно вот таким вот способом. Так, возвращаясь к нашим слайдам. Значит, ну еще раз как бы рекап такой небольшой. То есть Pogio можно использовать просто с помощью аннотации в линкоресте любые объекты, custom backend включается через stage listener, include, exclude вы получаете бесплатно, все остальное нужно получать, нужно писать в своем бэкэнде, как бы, то есть обработку остальных ключей линкореста. Без них просто у вас не будет работать какая-то конкретная фича. И многие вещи, например, та же сортировка и фильтрование, я думаю, что мы в конце концов включим в линкорест, чтобы, ну, может, сделаем какой-то общий подход, который позволит писать бэкэнды уже, ну, то есть с минимумом кода. Движемся дальше. Получается, что очень часто, ну, вот на спортивных сайтах, наверное, видели, как бы сверху обычно есть так называемый там header scoreboard, то есть турнир, ну, табло, скажем, текущих игр каких-то, вот. И оно, в принципе, является комбинацией нашего графика, то есть там написано, что вот, ну, там есть список игр, то есть там есть игры, которые вот сейчас играются, например, либо будут сегодня играться, там, либо какое-то ближайшее время. Вот. И оно объединяется с информацией про счет, да. И счет – это был часть, в принципе, нашего вот event-сервиса. То есть event, там было много разных events. Один из event был goals, да. Когда был забит goals, соответственно, их много, их можно сложить вместе, получить счет. От одной команды, от другой команды. Что мы делаем в данном случае? То есть, в принципе, это можно было бы все собрать на клиенте, но было бы неплохо иметь какие-то возможности, в общем-то, агрегации на сервере. И вот это тоже, в принципе, одна из новых фич, которые мы делаем сейчас. Это, значит, объединение, это агрегация со стороны сервера. И для этого у нас существует… Так, мы вернемся обратно в наш schedule. Это будет основой нашего нового сервиса schedule.api. И напишем еще один get. DataResponseGame. Окей, назовем его withScores. Ури, info, uri. Context. Get. WithScores. Так, нам нужно немножко помоделировать здесь будет. Значит, нам нужно будет создать объект score, который будет наполняться из event сервиса. То есть, schedule у нас уже есть, мы получаем schedule, да. То есть, план такой. Значит, потом нам нужно получить scores из другого сервиса, потом нам нужно их сшить вместе и отправить в пользователь. Желательно все это делать параллельно. То есть, непоследовательно, не ждать никого. Вот, для этого мы идем в наш game. Так. Вземного объекта score. Int. Int. Score. То есть, нам нужны те самые аннотации. Так, и game нам нужен этот объект score. То есть, теперь у нас будет еще private for, for. Это у нас relationship. Так, а что нам еще осталось? Осталось нам в нашем… Осталось написать наш endpoint. То есть, и здесь мы, получается, у нас был… Мы начинали все со слова link-rest. Здесь, поскольку мы больше, чем одну цепочку исполняем, это будет называться link-rest, link-rest, multi-source. И вот link-rest, multi-source. Так, стоп. Первым аргументом link-rest, multi-source будет наша обычная link-rest цепочка. То есть, мы вот берем фактически вот эту всю цепочку и зашиваем ее вот сюда. То есть, ну вот у нас такая цепочка. То есть, это как бы первый кусок наших данных, который нам нужен. Следующий кусок данных мы можем параллельно… То есть, мы можем вызвать какой-то другой сервис. Здесь у нас есть два варианта. Либо мы вызываем после того, как уже parent, после того, как games были вытянуты. То есть, и, соответственно, у нас есть метод after parent. Либо мы вызываем все параллельно. То есть, в данном случае ситуации у нас там ивентов немного. Мы будем вызывать параллельно, потом их merge. И parallel означает, что запрос пойдет в то время, когда параллельно идет запрос в базу, пойдет запрос на этот веб-сервис. И в parallel нам нужно вставить парочку функций. То есть, сейчас, ну, как только начинается параллельное программирование, сразу же начинается функциональное программирование. Правильно? То есть, сразу же у нас начинаются функции. И функции мы сейчас вставим в score. И они есть готовые немножко. Сейчас мы их посмотрим. Есть две функции. Первая, чтобы получить данные. Вторая, чтобы их смерчить вместе с геймами. Так, кое-чего у нас тут. Ага, у нас не хватает зависимости. Сейчас мы зависимость одну добавим. Нам нужен еще link rest client. Есть еще и такая вещь, как link rest client, которая может, ну, помогает вам вызывать другой link rest service. Так, это не тот пом. Так, почему он не распознает моего? Да, скорее всего. Так. Сейчас посмотрим. А, все, все верно. Я добавил его в events вместо schedule. Все верно. Не в том проекте. Все хорошо. Так. Сейчас добавляем это в этот проект. О, сейчас он его полюбит. Хорошо. Так. Вот у нас есть такие две функции. Значит, и сейчас мы в нашем сервисе, можем в нашем schedule API, да, мы можем эти функции прямо сюда. Core. Окей. Так, почему он его не распознает? Core, fetch, scores. Позже начали. И score. Merge, scores. То есть, этого, в принципе, уже должно быть достаточно. Мы делаем select. Но, опять же, поскольку мы имеем дело с параллельным запросом, нам нужно поставить какой-то timeout, потому что он может никогда не кончиться, например. Ну, давайте, не знаю, поставим 10 секунд. Я надеюсь, что даже с моим умирающим лавтопом этого будет достаточно. Так, чего нам здесь не хватает? Так, select cannot be applied. Linkrest multis. Так, внешний select. А, у него еще конфигурация нужна. Все, точно. Да. Мы тоже надо знать про Linkrest. Окей, замечательно. Значит, вот у нас сложился такой сервис. В принципе, на выходе он получился достаточно читабельный. Понятно, что вообще происходит. То есть, у нас идет основная цепочка выборки из гейма, и как бы дальше мы к нему приотачиваем scores через наш какой-то кастомный код. Сейчас мы перезапускаем наш schedule main. Event остается работать. Окей. И, значит, здесь наш сервис теперь называется with force. Давайте все остальное уберем, чтобы она нам не мешала. Так, сейчас у нас scores не видно, но поскольку scores это relationship, то нам нужно его, в общем-то, тоже через include включить. Include. Я уже не помню, на единственном числе или во множественном. Or null. Окей, значит, у нас нету каких-то объектов, для которых генерируется score. Так, сейчас нам нужно брать, наверное, лимит, я думаю. О, у нас сверху сразу появились объекты, в которых есть score. То есть, соответственно, если мы будем перегружать, они будут обновляться. То есть, ну, у нас 0.3, 2.1. 0.3, 2.1. Никто гол не забивает, все ивенты не голы. Но рано или поздно кто-то забьет. Вот замечательно, 1.3. Кто-то забил, а здесь 2.2. Ну, in progress не доточили. То есть, in progress было, это самое тут для демо ненужной property. Вот. Окей, ну, сейчас я тут, говорят, что у меня уже время заканчивается. На самом деле, почти вписываемся. Вот, ну, у нас есть такие вот параллельные механизмы для агрегации данных из других источников, и тоже мы их, так сказать, под наш, этот вот, как бы, зонтик, под наш протокол можем собрать. Вот. Ну, и быстренько по use case. То есть, хорошо ли линкерс использовать для паблика APIs. Ну, как я вначале говорил, есть, в принципе, какие-то опасения по поводу эволюции модели, что если раньше с вашими агрегатами вы эволюционировали какие-то маленькие APIs, то теперь, как бы, фактически вы даете пользователю весь свой граф, и, значит, этот момент, ну, может вызвать какие-то опасения. То есть, ну, мы, в принципе, используем для паблика API это тоже, то есть, ну, вам нужно понимать, то есть, вам нужно иметь какой-то подход, вы заранее должны думать, как вы будете это эволюционировать. Все. Бэкэнды, enterprise apps, это вообще, ну, это no-brainer. Это очень простой use case, который для линкереста именно, то есть, как бы, потому что там вы контролируете и клиента, и сервер, да, поэтому, соответственно, если вы поменяли модель на сервере, вы можете одновременно сделать релиз клиента. То есть, и этот сценарий, в котором мы используем линкерест, в общем-то, всюду, то есть, реально десятки приложений, которые написаны на линкерест, вот, enterprise на javascript frontend написан. Ну, и backend for frontend. То есть, это интересная тема, то есть, в принципе, когда, если вы читали книжки по микросервисам и вообще по там, REST APIs, это один из паттернов, который описан в литературе, но он немножко странный. То есть, он, как бы, так сказать, присутствует из-за того, что у людей не было линкерест. Да, то есть, поэтому и авторы, авторы рекомендуют писать, получается, что если у вас разного, предположим, разный размер экрана, что это означает? Это значит, что разные атрибуты используются, да. На мобильном телефоне используются, предположим, три атрибута, на iPad используются, я не знаю, там, 10, а на десктопе используются, там, 20 атрибутов одной и той же entity, да. И предложение вот в литературе на эту тему, даже вот паттерн придумали backend for frontend, это, как бы, создавать разные сервисы, написать три разных API вот для трех типов клиентов. И это, в общем-то, то, чего мы пытались избежать. То есть, когда у вас есть линкерест, ну, у вас нет вообще такого понятия, как backend for frontend. Так, стоп. Ну, и тут это самое, еще хотел упомянуть одну вещь. То есть, я не знаю, как много из вас слышало про GraphQL. То есть, ну, я понимаю, что здесь в основном не JavaScript программисты, поэтому, как бы, GraphQL, наверное, менее актуален. Вот, но GraphQL, это, ну, я не знаю, это первый мейнстрим протокол и подход, который, ну, в общем-то, валидировал нашу идею вот работы с графом, а не работы с узкими агрегатами. И когда GraphQL вышел, и Facebook стал его пиарить, как бы, там, где-то примерно, там, год-полтора назад, наверное. Ну, он вышел, наверное, еще раньше, но потом он, как бы, потихоньку там стал набирать обороты. Мы, на самом деле, очень обрадовались. Мы, как бы, можно сказать, единомышленников нашли, потому что он линкерест в то время уже был. И, соответственно, там идея такая же. То есть, там идея, что со стороны клиента, то есть, ну, это целый протокол, правда, то есть, он выглядит как JSON, на самом деле, это не JSON. Вот, и запрос на сервер посылается уже в виде какого-то, какой-то небольшой модели. То есть, немножко похоже на JSON, ну, такой более визуальный, скажем. Вот, и идея та же, что клиент решает, как бы, какой кусок графа ему нужен. И в Facebook люди это понимают. Но люди, которые пишут REST API, никогда не писали клиента, писали только серверы, они часто этого не понимают. Вот, то есть, почему это вообще может быть полезно. Ну, вот GraphQL это как бы такая же идея. То есть, я считаю, что, ну, GraphQL, если можно рассматривать, что, ну, вообще традиционный REST подход это один полюс, GraphQL это другой полюс, мы находимся где-то посередине. Мы пытаемся совместить все лучшее с обоих концов, получается. Вот, то есть, мы хотим оставить REST как такой замечательный протокол для написания приложений. То есть, мы не хотим отказываться от REST. С другой стороны, мы хотим дать доступ ко всему графу. Вот, ну, у меня, наверное, все. То есть, вот. Давайте, наверное, пару вопросов. Даю. Андрей, слышно? То есть, хорошо. То есть, constraint мы можем ограничить, чтобы к нам люди не лезли очень сильно, то есть, не создавали большую структуру, но, опять-таки, теми же самыми инклюдами там можно, получается, backward-хиерархию забить тоже очень большое. Это не грохнет базу, ну, не повесит ее просто. Можешь еще раз описать в случае... Хорошо, то есть, мы constraint-ами ограничиваем, что... Да, мы ограничиваем модель, да. Да, глубину вхождения, но в include, на твоем примере, мы, получается, можем ее вбить на 20 уровней, на 40 уровней. То есть, это не повесит базу вообще? Ну, эти include будут... Или они будут оптимизированы просто? Если у нас есть constraint, то эти include будут рассматриваться как инвалидный путь. Друзья, спасибо за доклад. Очень интересно. А такой вопрос. А у вас есть какая-то, чтобы можно было документацию по-вашему, какие доступны сейчас constraint и так далее? Ну, допустим, чтобы пользователю можно было понять, какие ему пассеты прописывать, чтобы писать запросы. Окей, документация именно самого API, получается, да? Да, так. Конкретного API. Значит, у нас есть один из сервисов, который я не показывал, есть metadata-сервис. То есть, его нужно в явном виде включить как endpoint. Если его включается как endpoint, то, соответственно, ну, то есть, человек может на нее пойти и полностью увидеть модель. Спасибо. И еще такой вопрос. Вам не кажется, что операция select слишком перегружена? Вы там и тайм-аут в селекте, и в селекте выбираете, и в селекте еще, и то есть... Ну, единственное, как бы, где она не то чтобы перегружена, словно говоря, она присутствует в цепочке в двух местах. Вот это да, это как бы просто, ну, скажем, так получилось. Потому что вначале был один, потом как бы появился второй, и он был вроде более на месте, а этот нужно было переименовывать. Я думаю, что вот первый select надо будет как-то в цепочке по-другому называть. Ну, последний вопрос. А есть ли какие-то бэкэнды, вот, помимо Каена, ну, и не с нуля писать? То есть, может быть, даже неофициальные, а комьюнити какие-то адаптеры? То есть, ну, сейчас мне, на самом деле, неизвестно. То есть, ну, есть только бэкэнды, которые, ну, люди писали сами для себя, они не делали их open source, скажем так. То есть, мы писали такие бэкэнды, я пытаюсь вспомнить, может, даже для какого-нибудь LDAP что-то похоже писали, да. То есть, мы писали, ну, какие-то такие совершенно странные бэкэнды, но вот бэкэнды для веб-сервиса сейчас вот фактически вот вся вот эта работа, которую мы делаем с параллельным фетчингом и так далее, то есть, я думаю, что это приведет к написанию бэкэнда именно для REST-сервисов, что бэкэнд через REST. То есть, оно все к этому идет, но там как бы нужно как-то сделать, обобщить это, пока они слишком все разные, как бы, то есть, все те кейсы, которые у нас есть, мы их пока не свели еще в точку, скажем. Вот, но написать там какой-нибудь JPA или Hibernate, это вообще не проблема, потому что они, ну, там, они реально будут поддерживать все те же самые фичи, будут оптимизировать. То есть, там же основная проблема в чем? Основная проблема в оптимизации доступа к данным. То есть, когда у нас есть вот запрос на какой-то поддерево, можно, в принципе, получить вообще все, что есть в базе, а потом Lincred с удовольствием отфильтрует это там в памяти. И, ну, основная проблема сводится к тому, чтобы этот бэкэнд уже знал про это и оптимизировал свои запросы. Спасибо. Спасибо.